Здравствуйте! Еще раз представлюсь вам, чтобы вы не говорили, что не представляю. Старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Канев, Евгений Васильевич. Вы не подходите, пожалуйста, ко мне слишком близко. Я вас снимаю. Если снимаете, то слишком близко, то не подходите ко мне. Понятно. Значит, как вас зовут еще раз? Канев Евгений Васильевич. Ага, звание специальное. Будьте добры. Старший лейтенант вам три раза повторять, а то, что вы первый раз сообщаете. Старший лейтенант чего? Внутренний поиск, пожарных сил, полиции. Ага, а место службы? Батален ДПС. Так и называется? Конечно. Ну, он не так называется. Специализированный батальон ДПС. Ну, вот будьте добры, полностью мне. Назовите место вашей службы. Значит, вы мне предоставили ПТС и... Лейтенант, представьтесь, пожалуйста, полностью. Где вы служите? Откройте капот. Где вы служите? Откройте, пожалуйста, капот. Я открою, вы представьтесь, где вы служите. Специализированный батальон ДПС. Ну, он не так называется. Полное название. Будьте добры. Он так и называется. Он полное название. У вас это не устраивает. Специализированный батальон ДПС. Я вам сказал название. Все. То есть это вы считаете полное название? Я считаю это полное название. Хорошо, это не так, конечно, тем не менее. Не так, правильно. Сейчас, конечно же, открою. А понятых почему вы не приглашаете? Потому что это не на сводах. Это сверху номерных узлов и регатов. Я правильно понимаю? При сверху номерных узлов и регатов понятые не приглашают. Ага, я правильно понимаю, что вы отказываетесь понятых пригласить? Да, отказываюсь. Я правильно понимаю, что вы требуете от меня открыть капот без понятых? Это сверху узлов и регатов. Ну, я правильно понял? Правильно. А повторите, пожалуйста, ваше требование. Требую от вас открыть капот для сверки на капитал. А понятых будете приглашать? Не буду понятых. Не будете? Нет. Я вынужден подчиниться, и только поэтому открываю капот. Я считаю ваши действия незаконными, лейтенант. Хорошо. Пожалуйста, открывайте капот. Вы должны мне сами откроется. Я? Я не буду прийти. Я не должен открыть капот. Потому что вы сказали, что вас сейчас сломал. Откройте мне капот. Хорошо, опять же, я не обязан подчиняться, но открою капот. Прошу вас, тряпочки выдавать я вам, конечно же, не должен. Хорошо, не удовольствие. Выключить двигатель, чтобы вам было удобнее. Не надо, не надо ничего. Угу. Знаете, где искать? Ага, хорошо, инспектор. Все знаете, кроме только места службы, к сожалению. Я бы сказал, специализировано, вот, наверное, в связи. Ну, так вы же полное название мне так и не сказали. Видимо, не знаете, запамятовали. Специализировано, пока он, да, конечно. Да, да, да. Все, до свидания. Так, теперь, инспектор, подождите секундочку. Причину остановки назовите, пожалуйста, мне. Антинаркотический месячник. Антинаркотический месячник? Что это такое? Так, а при чем здесь я и автомобиль, которым я управлял? Я имею право, полное право проверить любого автомобиля на предмет перевезимых наркотиков, а также других вещей, запрещенных гражданской армии. Не оспариваю ни в коей мере. А почему не проверили? Я проверил все, что мне нужно. На наличие наркотиков? Конечно. Не проверили? Я проверил все, что мне нужно. Подождите, а вы только что сказали, что... Подождите, вы сказали, что причина остановки антинаркотический месячник. Причина остановки, давайте называть вещи своими именами. Давайте, основание. А причины-то нет? Причина? Да. Она же причина, она же основание. Понятно. А вот в том-то и дело. А основания остановки какие? Меня? Я вам только что сказал, повторять 80 раз. Ну, можно второй раз повторить? Нельзя, я... Ну, хорошо, я правильно понял, секунду, я правильно понял, что антинаркотический месячник? Я с вами иду, я с вами иду. На дорогу не выходите, мне можно для выполнения обязанностей, вам нельзя. уходить, стоп, я сейчас выполняю общественный контроль, я знаю, я сейчас выполняю уже общественный контроль за действием полиции, пожалуйста, не уходите. Я хочу выяснить, причина остановки, я правильно понял, что это антинаркотический месячник? Тогда скажите, пожалуйста, почему вы никакие действия не предприняли в рамках этого антинаркотического месячника? Я проверил вас, проверил вашу машину. Вы не смотрели, не показали, не досматривали? Я ничего не подозрительно. Не нашли? Я не обязан досматривать каждую машину. А тогда получается, что остановив мой автомобиль, вы даже не провели осмотр, Все, что нужно сделать, я посмотрел, я проверил, я с вами пообщался, мне этого досталось А в рамках антинаркотического месячника, что вы сделали, инспектор?